Следующая тема нашей пресс-конференции это продажа алкогольных и табачных изделий рядом со школьными учреждениями. Есть активисты, которые противодействуют этому явлению и есть определенные результаты, взаимодействуют с подразделениями милиции. И поэтому у нас в спикерах Константин Шеремин, майор милиции, оперуполномоченный отдела криминальной милиции по делам детей городского управления внутренних дел Украины Харьковской области. Андрей Морогов, заместитель председателя управления общественной организации «Благость-2013» и Сергей Сидоренко, координатор общественной организации «Форум народного действия». Константин, начнем с вас. Как стало возможным взаимодействие общественных активистов и на чем оно основано сегодня? Действительно, на сегодняшний день актуальна обсуждается проблема алкоголизации детской среды, увеличение количества фактов продажи детям алкогольных, напитков, табачники, изделий. И, в частности, непосредственно возле учебных заведений. К примеру, для статистики, в этом году, в текущем году, на территории Харьковской области работниками органов внутренних дел, а именно подразделениями криминальной милиции по делам детей, на которые ложится работа по противодействию этому негативному явлению, задокументировано 69 подобных фактов, по которым были составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные частью 2 ст. 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях, из которых уже по 39 фактам были направлены представления органов государственной фискальной службы для применения к непосредственно субъектам хозяйственной деятельности штрафных санкций либо аннулирования лицензии на право ручной торговли алкоголем, напитками и табачными изделиями. Учитывая тот факт, что в последнее время органы внутренних дел загружены разноплановой работой, в том числе и дежурство на благопоставках, и в связи с негативными событиями на Востоке и Украине, то есть результативность нашей работы может быть по объективным причинам немного снижена. Поэтому вызвана необходимость уже более тесного сотрудничества с общественностью, с общественными организациями, которыми, скажем так, небезразличен генофонд нации, которые заботятся о будущих наших детей, и, естественно, одной из составляющих – это продажа детям спиртного. Поэтому мы на официальном уровне уже сотрудничаем с общественной организацией «Благовиз-2013», и хорошо, что ребята подключились к форуму народного действия, это для нас становится очень актуально. По инициативе общественной организации «Благовиз-2013» при нашем участии были созданы телефоны доверия, о которых, я думаю, уже в дальнейшем скажут мои коллеги в этом вопросе. Поэтому для нас именно актуальна поддержка общественных организаций и вообще общественности в целом. То есть сотрудники милиции за поддержку гражданского общества. У нас буквально актуальна сейчас тема наркоторговли, распространения псевдотрудных веществ. Я просто хочу процитировать одного из наших спикеров. Они сказали, что зачем вводить армию, если можно споить, получается, или отдать наркотики в руки людям. Изнутри же. Изнутри, да, разлагать обстановку. Сергей, как Вы боретесь на своем фронте? Сергей, Андрей. А, Андрей, да, извините. Хотели озвучить номера телефонов доверия или это горячая линия? Как она будет работать? В каком режиме, круглосуточно, кто будет отвечать людям? Значит, наша организация общественная была в 2013 году, судя по названию, понятно, создана была в 2013 году по инициативе граждан, которые неравнодушны к нашему будущему. То есть первая очередная направленность нашей деятельности, нашей организации, это работа именно с детьми и семьями, будем говорить так, кризисными семьями. То есть либо малообеспечены, либо там, где родители злоупотребляют алкогольными напитками, наркоманы и так далее, так далее, так далее. Также мы оказываем помощь областному дому ребенка номер 3, мы, будем говорить так, подшефтные наши. Ну и основным нашим, одним из наших основных направлений есть наша социальная программа, «Наша майбутня» на 2014-2016 год, эта программа социальная совместная с отделом криминальной милиции по делам детей главного управления МВД в Харьковской области. И мы проводим, постоянно проводим различные в учебных заведениях лекции, круглые столы, тренинги с представителями не только милиции, но и различных государственных структур и общественных структур, которые каким-то образом заинтересованы в положительном решении вопроса. В настоящее время действительно нашему генофонду угрожает большая опасность, потому что дети, вы все ходите по улицам, видите, особенно в летнее время, в вечернее время, дети постоянно пьют, в первую очередь, слабоалкогольные напитки, которые по своему составу, они уже опасны вообще для здоровья любого человека, потому что там сплошная химия, но дети выбирают именно их. И они действительно легкодоступны, потому что практически все торговые учреждения продают независимо на санкции, на предупреждения, то есть в погоне за какой-то лишней копейкой прибыли продавцы допускают систематическую продажу слабоалкогольных, алкогольных и табачных изделий детей. С этой целью в апреле месяце мы на заседании правления нашей организации приняли решение о открытии общественного телефона доверия, по которому граждане, проживающие на территории Харькова и Харьковской области, могут нам позвонить в любое время дня и ночи, телефоны мобильные работают постоянно, и сообщить информацию о выявленных фактах каких-то. То есть от граждан требуется что? Назвать точное месторасположение объекта, точное, чтобы потом не было вопросов, начали проверять соседи, соседи не принимали участие в продаже и так далее. Мы принимаем, фиксируем этот звонок и данные буквально на следующий день максимум мы передаем правоохранительные органы в официальном письмом с тем, чтобы уже в соответствии со своими полномочиями правоохранительные органы принимали какие-то меры. И могу сказать, что как только проходит какая-то реклама по телевидению, сразу начинаются звонки. Потом реклама нет, звонков меньше. То есть мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше было таких звонков. Для чего? Для того, чтобы существенная была деятельность наша, нашего телефона доверия, с тем, чтобы действительно каким-то образом повоздействовать на тех нерадивых продавцов, которые допускают нарушение правил торговли в отношении продажи детям. Я могу озвучить сейчас телефоны эти, если позволите. Вот у нас есть такие рекламки, мы выделяем. Значит, телефоны доверия 066-956-76-80 и 067-166-7266. То есть любой гражданин может позвонить и дать какую-то конкретную информацию. Вы сказали о том, что точное место расположения, но у каждой торговой точки, будь это магазин или просто модуль «Баларек», есть какие-то отличительные особенности? Там, где указан номер лицелинзии или, в общем, название частного предпринимателя. Дело в том, что в магазинах, да, есть куточек с поживочат, там, в принципе, информация вывешивается. Это не во всех, конечно, магазинах. В крупных магазинах, да, в киосках такая информация, как правило, на видном месте не размещена, потому что у них и так мало места. И, то есть, простой, правда, человек, он может подойти попросить и, как правило, ему откажут просто. Для этого хотя бы знать точно место расположения или какое-то, допустим, у магазина есть название, у киоска есть название, вывеска какая-то. То есть, вот такой план. То есть, чем больше вопрос? Конечно, чем больше информации, тем лучше, тем быстрее будут приняты деятельные меры. И действительно, тогда уже нужно говорить о положительном результате будет. Сергей, зачем ваша организация вышла? У нас представители вашей организации достаточно молодые, может быть? Да, наша организация достаточно молодая, еще даже года нет. Наша работа началась с того, что к нам обратились родители детей. Салтовки, конкретно, 141-я школа. Мы в данном случае через соцсети обратились к нам о том, что продается алкоголь, табачные изделия детям, школьникам. Мы обратились конкретно к данному владельцу киоска, поговорили. Он спокойно отреагировал, сказал, что, как бы, пообещал, что в дальнейшем прекратится. Вину возложил на неопытного продавца, но в дальнейшем этого не произошло. То есть продажи продолжаются, жалобы продолжаются, ничего не меняется. Чисто словесно, реакции не то. В других городах, например, есть запреты, уже местные власти приняли запрет. На местном уровне? Да, на местном уровне приняли, например, сейчас, уточнюю, в Ужгороде запрещено продавать алкоголь и табачные изделия в радиусе 150 метров от школы. И в Днепропетровске в радиусе 300 метров от школы. Сразу же какая-то ответственность там предусмотрена именно в этих решениях? Да, конечно. То есть, ну, мы не конкретно против продажи вообще. То есть торговля, да, удобно, если находится киоск возле дома, возле школы где-то рядом, да, как-то. Но мы против конкретно продажи алкоголя и сигарет, тем более детям. И, ну, хотим ограничить вот это, почему, расстояние, да, чтобы, ну, как дополнительный инструмент борьбы с этим. Хорошо, что делать? Вы с какими-то решениями и проектами будете выходить на сессии городского совета? Как вы делаете? Да, мы подготовили и подали на рассмотрение проект решения по запрету торговли алкоголя и табачных изделий. Уже на 150 метров мы подали, уточнили. Когда и какие сроки рассмотрения? В Харьковский горсовет. Какие сроки мы еще, пока не можем уточнить, то есть это еще и процесс, еще точной информации не знаем. В следующую пятницу, на следующей неделе мы встречаемся с департаментом предпринимательства и потребительского рынка для, ну, как бы, для поиска компромисса, да, в этом вопросе, для решения этого вопроса. Да, я предлагаю перейти к вопросам, если они не есть. Тогда я задам свой вопрос. Здесь обе стороны. Есть сторона продавцов, цель которых больше реализовать и получить прибыль. И другая сторона – это дети и родители. То есть, как взаимодействовать в этом случае? Может быть, какая-то это социальная реклама должна быть на городском уровне, на областном уровне. То есть, рассматриваете ли вы такие варианты? Наверное, скорее всего, к вам этот вопрос больше, потому что вы занимаетесь популяризацией и борьбой с этим явлением. Социальная реклама, конечно, необходима. И, может быть, даже на более существенном уровне, нежели реклама каких-то торговых марк, раскрутка идет постоянно. Плюс реклама должна находиться вообще, это наше мнение, именно так будем говорить, личное. И в местах общедоступных, то есть в поликлиниках, в крупных магазинах, на остановках, везде, везде, везде. Чтобы люди имели возможность доступа к информации, куда можно о чем-то сообщить. Потому что многие видят, они знают, что делать дальше. Ходят, люди возмущаются, те же родители, те же просто обычные прохожие. Видят, как продают детям, они могут подойти к продавцу, поругаться с продавцом. Ну, а зачастую просто они моих отоскраивают и не обращают на это внимание. Вот если моего ребёнка коснется, то родители или просто взрослые, которые видят это все? Реклама, да. Но опять же, всё упирается в коммерческую сторону вопроса. Реклама хоть социальная, хоть и полезная, но секунда на телеканале стоит очень дорого. Отпечатать какие-то листовки, в принципе, тоже дорого, потому что тут необходим не десяток листовок, а как минимум несколько тысяч для того, чтобы в таком крупном городе, как Харьков, и плюс ещё Харьковскую область разместить, это несколько тысяч листовок, а это порядка нескольких тысяч гривен выходит. То есть спонсоры в это дело не желают вкладывать деньги, потому что им нет смысла. То есть они, получается, в большинстве коммерсантов против себя же рекламу проплачивают. Константин, скажите, пожалуйста, как на зачаточном уровне повлиять на это, чтобы не бороться с последствиями? Данно так, наша работа милиции вообще в целом в последние годы направлена не на то, чтобы привлечь к ответственности правонарушителя, будь то несовершеннолетний или взрослый, а на то, чтобы устранить причинные условия, которые способствуют совершению правонарушения. Естественно, в первую очередь это касается несовершеннолетних. Существует такая статистика, как совершение детьми преступлений в состоянии алкогольного опьянения, доставление несовершеннолетних в медицинское учреждение в состояние опьянения, либо с алкогольным отравлением. Ну и, естественно, привлечение детей к ответственности, когда это уже есть. Поэтому, скажем так, глядя на эту статистику, напрашивается вывод. То, что касается непосредственно продажи, как мы видим это в будущем, на что мы хотим направить свои усилия в данный момент. Существует закон Украины о государственном регулировании оборота алкогольных, напитков и табачных изделий, который был примен 19 декабря 1995 года. На данный момент со всеми поправками, то есть вы уже все знаете прекрасно, что с 1 июля вступили поправки к этому закону, которые изменили категорию напитка пива и ввели лицензирование этого напитка. Скажем так, необходимо также внести поправки в данном законе, касающиеся непосредственно продажи возле учебных заведений, то есть запрете выдачи лицензии на осуществление розничной торговли упорными напитками не ближе 150 метров. То есть существует в данном законе статья 15 со значком 3, в которую можно было бы отдельным пунктом внести такую поправочку. И в статье 17, которая вводит санкции непосредственно за нарушение норм этого закона, внести норму, которая будет, скажем так, накладывать штраф, то есть предусматривать наложение штрафа в отношении субъектов хозяйственной деятельности, которые нарушением закона будут осуществлять торговлю вблизи учебных заведений. Это мы уже, скажем, можем урегулировать на законодательном уровне. Кто должен инициировать? Инициировать, естественно, мы попытаемся сейчас с общественными организациями повлиять на, скажем так, ну не повлиять, а обратиться к депутатам, которые могут внести предложения на уровень верховного народа уже как бы для поправки. Конечно, конечно, естественно, те, кто им прав. Это уже на законодательном уровне. Потому как, естественно, мы, я думаю, городские власти, областные власти могут пойти к нам на встречу, скажем так, и своими положениями запретить продавок. А санкции? Ну, мы запрещаем продавать, но а если продают? На основании чего мы сможем применить, скажем, к злостным нарушителям уже какие-то штрафные санкции, либо, опять же, этим законом о срегулировании предусмотрена процедура аннулирования лицензии. Поэтому, как бы, хотелось бы это урегулировать на законодательном уровне. А что касается, как бы, агитаций по поводу здорового образа жизни, естественно, мы, как правоохранительные органы, также, кроме общественных организаций, мы сотрудничаем с органами государственной власти, с департаментом семьи молоди, это спорту, которым сейчас мы активно принимаем участие в государственной акции «Видоповедальность починается с МЭНы», которая является также агитационной, как бы, направленной на разъяснение закона, ответственности и формирование у детей позитивного отношения к здоровому образу жизни, скажем так. Мы распространяем, естественно, агитационный материал, как бы, вот материал, который находится у нас здесь, как бы, плакаты, это проходит и в школах, проходит и в общественных местах, в торговых точках мы, как бы, это все тоже передаем предпринимателям, чтобы они развешивали. Ну и, как бы, как наши функциональные обязанности, мы, естественно, в учебных заведениях, в частности, в общеобразовательных школах, проводим лекции для детей, рассказываем, объясняем и правовые последствия употребления и так далее спиртных напитков, естественно, присутствуем на родительских собраниях, тем более, что в отношении родителей также предусмотрена ответственность, если ребенок употребляет спиртные напитки, там, курит, скажем так, или совершает правонарушение, не достиг возраста. Естественно, статью 184 Кодекса Украинского больного правонарушения предусмотрена ответственность уже и в отношении родителей, которые ненадлежащим образом выполняют свои обязанности. Скажем так, это тот объем работы, который основной сейчас вот выполняется нам, выполняется ежедневно, как бы, всеми сотрудниками наших подразделений. Здоровым быть модно. Ну, скажем так, да. Сейчас, ну, предприятие детям, скажем, модно не курить, чем курить. Скажем так, чтобы он не хвастался, что я там могу выкурить сигарету, или там выпить три банки Релла. А я могу это не делать. Я могу пойти против течения, против, скажем, в сторону здоровья. Не то, как там вся компания курит, а то, как я вот этого не буду делать. И сповести за собой, естественно, скажем так, остальных. Есть у нас вопрос. Звание больших уточнений, конечно, сначала к вам. Это по штрафным санкциям. Какова сумма вот сейчас действующей старой штрафной санкции? И какова сумма, возможно, есть предположения тех, которые вы будете планировать и носить? Потому что, ну, зачастую штрафные санкции слишком малы. И, как бы, поэтому продолжается прогулы. Есть ли какая-то уже, может, приблизительная цифра? Есть. И существующие. Да, спасибо за вопрос. Цифра эта есть. Она фиксирована в двух нормативных актах. Это, во-первых, Кодекс Украины в административных правонарушениях, который предусматривает штрафную санкцию непосредственно в отношении лица, осуществившего продажу, то есть в отношении продавца. Ее размер от 510 до 1700 гривен. Естественно, после составления этого административного протокола, по нашему представлению, органами государственной фискальной службы по месту регистрации в субъектах хозяйственной деятельности накладывается санкция в размере 6800 за одну единицу проданного товара. То есть если это, скажем, пачка сигарет будет 6800, а если это пачка сигарет и бутылка пива, это уже будет 13600. И, естественно, идет аннулирование лицензии и аннулирование на право ручной торговли. Будь то, если продан алкоголь, значит, естественно, лицензия наблюдается на алкоголь. Что касается наших планов по поводу внесения изменений в этот закон, закон предусматривает наложение штрафной санкции за розничную торговлю без наличия лицензии, которая равняется 17 тысячам, то есть минимально 17 тысяч в отношении предпринимателей. И если нам удастся это сделать, то хотелось бы, чтобы те, кто будет торговать рядом с учебными заведениями, и мы зафиксируем продажу непосредственно детям, хотелось бы, чтобы эта штрафная санкция уже могла накладываться на вот этих, скажем, нерадивых хозяев торговых заведений. У меня, наверное, такая просьба, если есть у вас такие факты, я думаю, что нужно их обнародовать, приглашать, средства массовой информации для того, чтобы точки, где продают детям алкоголь и сигареты, они были известны. И тех продавцов знали лицо. Может быть, такую акцию в сети социальное организовать, чтобы родители понимали, что происходит с их детьми? У нас планируется проведение совместного рейда с привлечением средств массовой информации именно по документированию подобных правонарушений. Но документирование не просто так, мы захотели в этом магазине, и мы будем сейчас стоять и ждать, смотреть, когда... Естественно, у нас есть информация, так как мы, работники милиции, поступают жалобы, заявления, негласна какая-то информация о том, что в таком-то заведении регулярно осуществляется продажа. Естественно, в подобных торговых заведениях мы будем проводить эти мероприятия, чтобы, скажем так, привлечь к ответственности и показать это, что это все не на бумаге просто так, а это действительно закон работы, это существует, есть люди, которые смотрят, следят за его надлежащим выполнением. Ну да, очень хотелось, чтобы вы показывали, потому что часто, зачастую мы не видим этих цифр, да, сколько наказано, сколько поступило обращений и сколько в связи с этими обращениями людей, или предпринимателей, или продавцов наказано. Поэтому, снова же, скоро 1 сентября, дети вернутся в учебные классы, поэтому ждем тогда результатов этих действий. Да, вот сейчас вот в летний период в органах внутренних дел проводятся общегосударственные оперативно-профилактические мероприятия под условным наименованием лета. Подобные мероприятия проводятся нашими подразделениями во все каникулы детские, в том числе и на начало школьного периода. Это операция, урок такая называется. С 1 сентября она проводится, но она больше направлена на то, чтобы детей, скажем так, забрать с улицы, направить в школу, кто-то загулял, скажем так. Ну и как приоритетное направление, там же входит документирование фактов продажи несовершеннолетних. Именно непосредственно возле учебных заведений, потому что начался учебный процесс, все расслабились, все продают, и не видят уже дети это или не дети. Потому что пограничный возраст, скажем так, так вот, 16-17 лет дети могут выглядеть и постарше. Понимаете, поэтому законом у торгового регулирования предусмотрено, что продавец обязан, обязан именно не иметь правило, а обязан удостовериться в возрасте покупателя. И в случае непредоставления документа, подтверждающего возраст, либо установления, что он несовершеннолетний, надо отказать в продаже. А что касается статистики, которая существует, то я приведу несколько цифр, которые, возможно, будут интересны. Значит, в этом году из 39 представлений, которые мы уже направили в органы государственной фискальной службы, по 15 уже принято позитивное решение. И аннулировано 6 лицензий на правооруженчатой торговле и наложены финансовые санкции в размере 125 800. Но, скажем, эта цифра еще не является цифрой прошлого года уровня. Она, естественно, меньше. Самая активная работа у нас началась при взаимодействии с органами налоговой службы, как бы называлась, в 2012 году. На тот момент по нашим материалам органами налоговой службы аннулировано 78 лицензий. И нам нужны финансовые санкции на 714 тысяч. Что касается по Украине, по итогам 2012 года, скажем так, мы аннулировали лицензии, наложили финансовые санкции, как вот, грубо говоря, 6 полтавских областей. То есть, как бы, наша область была в этой, Гарьковская область была лидирующей в этой работе, как бы. Мы, естественно, делились позитивным опытом с другими областями. Как бы, мной непосредственно была разработана методика на основе анализа законодательства, методика документирования подобных правонарушений, как бы, и, естественно, милиционерам всем было это все направлено. Как бы, я проводил занятия, объяснял, как и что правильно делать, нарушая законы, соблюдая права граждан. Еще один, точнее, еще раз. Еще один, точнее, еще раз. Здесь уже, Андрей, пожалуй, сколько за время действия программы было поступлено, было звонков, было сигналов о том, что где-то, где-то несанкционированное правило? Значит, порядка десяти. Телефон только начал работать. С конца апреля месяца. Естественно, все эти десять были направлены к нам. И по восьме, но подтвердилось, были составлены, как бы, по двум, как бы, ну, не задокументировали, не было факта, как бы. Но, естественно, если даже не документируется факт, то с продавцами, с хозяйами проводится соответствующая разъяснительная работа. А в запрете, опять же, таки, разъясняются правовые последствия подобного правонарушения, разрезывается агитационная информация, то есть, как бы, уже, как бы, идет отработана купирование, скажем так, негативного влияния. Есть ли у нас группа риска, куда вы заносите вот таких уже, о которых заявили люди? Ну, у нас, конечно же, ведется статистика задокументированных подобных фактов, статистика аннулированных лицензий и тех мест, где это произошло. И с периодичностью никто не... С периодичностью, скажем так, раз в год мы проверяем, опять же таки, повторно не происходит ли там. Ну, я вам скажу, что остаться без лицензии и за выкладить там 6-800, скажем так, это миллионы, понятное дело, но это весомая очень сумма и восстановить потом эту лицензию тоже будет проблематично. Поэтому уже, как бы, более, скажем так, скруповезно следят за этим. То есть, определенная эффективность есть? Конечно, конечно, результативность в этом, однозначно, есть. Это действие на речах, скажем так, воздействия на правонарушителей. Уважаемые коллеги, если нет вопросов, мы вопрос о продаже алкоголя и табачных изделий оставляем на следующей пресс-конференции, особенно, когда начнется учебный год, мы ждем от вас новых данных и какова активность будет по вашему телефону доверия. Пожалуйста, приходите и рассказывайте о своей эффективной работе. Если нужна помощь в агитации против продажи, мы с удовольствием вам не можем. Нужна, необходима. Спасибо. 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 Спасибо вам.